Город Славянск-на-Кубани и Славянский район по историческим меркам совсем молодые. И тем не менее, у нас есть что посмотреть. Можно многое узнать и получить незабываемые впечатления. Конечно, этому нужно содействовать. Туристическая привлекательность муниципалитета возрастает. Подробности в нашем репортаже. Туризм, в том числе внутренний, по родной стране, перспективная и быстро растущая отрасль экономики. Жители Кубани и других регионов России все больше путешествуют и отдыхают, не выезжая за границу. Через наш район, особенно летом, идет поток машин и автобусов с отдыхающими. Они едут на кубанские курорты и в Крым. И почему бы им не заинтересоваться нашим районом? Эта земля имеет богатую, уходящую вглубь веков историю, которая насчитывает 2,5 тысячелетия. Но все туристические достоинства нуждаются в рекламе. Что хорошо понимают районные власти. По поручению главы Славянского района, управление культуры с управлением экономики приступили к раскрытию туристического потенциала муниципалитета. Самое главное было выявить туристические достопримечательности и систематизировать их. Туристический путеводитель, он подразумевает выделение каких-то определенных маршрутов, которые будут интересны туристам. Соответственно, для начала был проведен анализ того, что мы имеем. Мы обобщили информацию, выделили основные направления, которые могут быть интересны, и начали компоновать это уже отдельными группами по направлениям. Таким образом, у нас получилось несколько маршрутов на территории района. Это наши оздоровительные объекты, наше побережье Азовского моря, это памятники и памятные места, это наши храмы, это природные достопримечательности, куда входят и места обитания краснокнижных животных, это и объекты аграрного туризма, ну, конечно, охота и рыбалка. Все плюсы созданной туристической карты очевидны. Человек, познакомившись с ней, может получить необходимую для него справочную информацию для размещения и питания, а также узнать, на что обратить внимание, где и как с пользой провести время. Объекты у нас расположены практически по всему Славянскому району, поэтому, выделяя себе определенное направление, то есть, то ли это будет сторона, допустим, Азовского моря, человек поедет в Очуево. Он должен понимать, что по пути в Очуево он может заехать, допустим, на часть города, ознакомление, заехать по пути, может быть, в Петровскую, потом дальше заехать в Целинный, там Голубая Нива и уже, собственно, Очуево. Размещение карты в интернете уже привлекает внимание интересующихся. Туристическая карта стала своеобразной презентацией города и района, способствовала открытию новых возможностей для туризма. И работа в этом важном направлении будет продолжаться. Андрей Вишневский, Георгий Калинин.